А мы сейчас едем снова на Кудыкину гору, чтобы посмотреть, как Змей Горыныч дышит огнем. Это должно быть очень круто. Едем опять же вот на Задонск. Поворот. Только я не понял, это сюда или не сюда? Или не сюда? Наверное, не сюда. Что-то непонятно. А, вот сюда, значит. Что-то мы тут заблудились. Непонятно, что происходит. Что-то тут происходит, да непонятно. Непонятная развилка. Так, вот, все, гостиница 9 километров, рыбалка, бегалка и все, что можно. Вот мы с фурой едем вместе. Да, вот это, когда едешь из Воронежа, как-то непонятно, как заехать к этой... Кудыкина горе. Кудыкина горе, да. Так-то было понятно? Ой, 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 ой. Простите, ну ладно. Приехали мы на Кудыкину гору. Тут дождь идет периодически. Народа просто пипец в субботу. Это просто жесть какая-то. Мы зашли в кафешку. Тут очень дешево, реально. Тут какая-то мраморная говядина за 250 рублей. Да, так называется. Ну да, я так... Сосиски в Мироторге из мраморной говядины тоже есть за 120 рублей. И даже корн кошачий из мраморной говядины тоже есть. А-а-а, за 15 рублей. Да. Поэтому то, что здесь дешево, это очень дешево. Ну, тут красивые названия у блюда, в общем. А мы сначала пошли в ресторан. А в ресторане там просто, ну, горячее блюдо 1100. Вот так, ну, цены. Да. Салат там 800 рублей. Самое дешевое в ресторане, что вы можете купить, это спагетти какая-то там за 550. И суп свекольный. Ну, свеклу развелись водой за 500 тоже. Тут есть лайфхак. Если здесь есть такая хорошая погода, около места для купания, около речки, есть фастфуд, боулы, русские боулы, короче, всякие. И они там под 150, по-моему, 200 рублей. Ну да. Но это надо в хорошую погоду идти. А мы с детьми и погода такси. Дитями? С дитями. Вот так. Дитями. Дитями. Вот. Дитями. Как тебе, Милан, здесь? Это мои глаза сегодня, я вас жду недажды с вечера, когда я запаркую машину, все уйдет как страшный сон. Сейчас будет тест морса, сколько стоит морс? 8. Еда, еда, 80 рублей морс. Тут упаковка стоит рублей 20, вот эта бутылочка. Но не все равно мы сейчас на бюджет получим. Очень бюджет, девочки молодцы, правильно сделали все. Скажи, умница. Да, да, да. Чуть-чуть запустила. Не то, что, да. У нас получилось лишь 390 на все. У тебя на камере там каблук лежит, да? Да. Я это не снимаю. Не снимаешь, да? Быть каблуком – это успех хорошей семейной жизни, надежной. Вот всех, кто дожил до золотой свадьбы, я уверен, мужики – каблуки. Ни один мужик, ни каблук до золотой свадьбы, ни один. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. А это компромиссы, что люди идут на компромиссы. Выводы. В субботу здесь делать вообще нечего, никому не советую. В пятницу было вообще норм. Слушай, прям было хорошо. Не-не-не, я не согласен. Да, можно ворвать свой влог. Здесь делать нечего, если вы не любите тусовку. А если вы любите тусовку и движуху, потому что некоторые говорят, когда никого нет, скучно. Никому скучное место, но никто не приезжает. А так приезжаешь, видишь место популярное. Не зря семью привез, а то, вот, как бы, понимаешь… Да, чтобы вы понимали, я когда шел здесь по набережной, тут такая толкучка была, ребенок маленький подошел, взял ее за руку и потянул. Я такой думаю, что… Что это? По дереву. Что? Да. Перепутал просто. Да. Типа, да уже я папа. Такой взял меня. А что? Это гастрономическая кухня в Кутыке на горе. Картошечка с какой-то мясом. А, это бифштекс? Ого, ничего себе, бифштекс. Это все написано с брусничным соусом, но соусы брусничного я не имею. Первый раз вижу бифштекс из фарша. Мне кажется, какого-то котлета из фарша. Да? Да. А, изрубленные говядины? Да, 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 да. Очень медленно рубились эти говядины. Но это не Сталик делал. Не Сталик. Не волоточками? Ага. Это была Ньезе, а это гречка с мясом. Страмар наговеть. Страмар наговеть. Вот это мое. Вообще. А мы наконец-то оказались внутри глаза. Да, внутри гуски, которая вчера закрылась, помните? Смотрите. Да, тут надо ходить. А где сейчас в дом это? И находить глаза. А где сейчас в дом это? А где сейчас в дом? Смотрите, там нахуй, там собака. Клупы под сказками собрать кодовое слово. Перед таинственной встречей в конце пути, используя фото-зоны, чтобы эта сказка сложила в дитя яркую книжку с картинками, которые создаются, можно рассматривать спустя годы. Испоминаю испытания. Нужно разгадать лабиринт. И кодовое слово. И кодовое слово. Здесь классные глаза. Кстати, вот они. Глаза смотрятся хорошо. Все. Мы идем по пути, путью до героя. Нужно... А, вон, Валь, вон, вон, вон огонь. Очень тут, конечно, красиво и живописно. Что здесь? Вы Василиса? Нет? Нет. Потом мы тут ищем загадки какие-то. Да, здесь вот очень мило. И букву, видите, вот она. В. Букла В. Так, первую букву мы нашли. Осталось еще... Там, на самом деле, по-другому задумка другая была. Этот стул стоял перед зеркалом. Ага. Типа, ты должен был сесть. А, сесть. И, типа, смотреть... Там обманка, что толще света. Что свет вокруг зеркала. Нужно смотреть не на себя, а посмотреть вверх. Вот. И ты смотришь наверх, видишь букву В. И я написал. Да. Поскольку это слишком сложно для нас, да. Слишком сложно для людей. Типа, потому что просто заходят, ну, сфоткайтесь. И там и фоткаться вообще за стивоковую нельзя, чтобы не спойлерить ничего. Точно. Забили. Да. Или же надо было этого из Кода да Винчи мужика звать, чтобы он разгадал заходов. Нет, здесь хорошие загадки. Просто их, ну... Ну, понятно. Как всегда. Да. А вот это путь воина. Да. Вот оно. Надо попробовать. Здесь торгуют запрещенным веществами. А тут, видите, это товары народного творчества. Смотрите, как красиво. Вау. Смотрите, какая лепота. Вот это здесь делают умельцы местные. Очень красиво, очень хорошо. О, подкова на счастье и удачу. И свистелочки есть, да? Четыреста и... Дай двести. И двести. Кого ты не берешь? Смотрите, мы Кудыкину гору купили маленького. Да, вот эти два. А, триста и дракончик. Пятьсот. Так, следующая загадка. Так, не подсказывай только. Давай, давай. Я слушаю. Если ищешь ты отгадку средь болотной мошкары, норки в дереве, как мостик в тридесятые миры. Ага, через мостик надо идти. В тридесятые миры это вон туда. Так. Норки в дереве. Норка, норку мне нравится уже. О! Так, надо найти норку. А-а-а! Все! А что это за буква? Это F английская? Е. Это Е? Это Е. Я нашел. Там в норке Е. Нет, это... Вот она. Вот. Вот она Е. Смотрите, здесь каркозябра живет. Крисит. Да, должен так начинается. Надо двигаться. У нас домик Баба-Яги. Следует. А вот он домик Баба-Яги. Все, я вижу. А все небесные. А мы идем в хату Баба-Яги. Надеюсь, Кащей уже ушел. Иначе детям придется закрывать глаза. А ты не выкладывай только. Да? А мне, наоборот, нравится так делать. А что это такое? Вау, тут темно. Ого. Здесь куча буквы. Надо методом сложения. Самый большой буквы. Аккуратно. Выходи за стороны. Аккуратно. Смотрим на лица людей. На лица. Обзор туалета на Кудыкиной горе. Смотрите. Вот он женский. Вот он мужской. Ты такое открываешь и ожидаешь, что там будет дупло просто. А тут хопа. Смотрите, как все сделано. Вот это да. Фу. В туалете не было воды. Это отвратительно. Фу-фу-фу. Вот знаете, не хватает здесь ухоженности в туалетах. Уборщицы и воды не хватает. А это узнаете, к чему памятник. Угадайте. У меня очень тут красиво, конечно. Ну ладно. Посмотрите, как тут классно. Тут глаз дракона. Это не сказалось. Ну что? Не дракон сам. Вон он. Вау. Да. 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 Да, дворца там не было. Мы нашли рыцарей. Не, я говорю что. А ты потом должен... Стой, давай заново. Стой. Смотрите, там рыцари. Хорошо на земле русской Нет, ты должен сказать В России нет рыцарей, давай В России нет рыцарей, в России есть богатыри Потому что феодальной эпохи у нас не было И богатыри это были типа как крестьяны на самом деле Типа наши рыцари это богатыри, но вот такие Вот такие рыцари у нас Леша Попович, вот это, вот все, это наше рыцарство Теперь красиво уходим А вот и рыцари металлические, прям как у нас на заправках такие делают Да, смотри, что у него, там есть что-то покушать Так, здесь Деньги, Милан, только не бери Так, а этот Этот птичку А здесь что? А это казан Здесь плов На счастье бомжей А котик где, в ложке? Нет Так вот она птичка А сейчас вам покажу котика Это нельзя брать Они не берут Кот с мышкой, он вообще добрый, супер А сейчас у меня прямо это дежавю воспоминания Я когда был мелкий Мы пасли коров Вот в Курске примерно вот такая же, ну, ландшафт Потому что пахнет? Да, и пахнет как раз, ну, говном вот этим Извините Непонятным Тут же разные животные, да? Непонятно Ну, это оттуда просто ветер дует, видите? Тут просто люди ходят Вот, наверное, как бы Не мылись Москвичи, да Ходят, вот поэтому воняет Вот И прям вообще поля Посмотрите И вот травка такая невысокая Как будто правда здесь какие-то козы ходят А, ну вот, да Они, наверное, и едят все это дело У нас сейчас забег, короче Мы сейчас это Решили так это Кроссовочки одели 10 километров вверх Вот Идем туда Все Мы поднялись на гору Милан что-то морет Здесь ангелочки Ангелочки Тут нужно пофоткаться И все Больше тут ничего интересного Смотрите, какая красота Жених с невестой Фотографом уходит в закат Я не вижу Жених Невеста А здесь живет Гуанако Смотрите, что она делает Смотрите, смотрите Смотрите, смотри, что она делает Она делает контент Она делает шлепы в землю Народ сегодня основательно подготовился Чтобы снять, как Горыныч будет Блевать огнем Даже дроны запустили Это он показал Там дрон, но она не видно Короче, летает кадрокоптер Залко, что у меня нет Ой Когда я стану богатым блогером Куплю все кадрокоптер Так шикарно тут И тут есть даже вот такая Типа смотровая площадка Мне кажется, там не должно быть Не так холодно Столько народу Просто пипец И лучше, конечно, курточки сюда брать А то это холодно будет Вечером Типа смотровая площадка Типа смотровая площадка Типа смотровая площадка Да, это круто смотрится Типа смотровая площадка Типа смотровая площадка Типа смотровая площадка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...